Здоровый пример. В Бобруйске полным ходом идёт вакцинация против гриппа. С 2014 года ежегодно прививаюсь. Как защитить иммунитет? Заложники ситуации. Сотрудники МВД контролируют неблагополучные семьи. Ребят поместили на государственное обеспечение. С чего начинается несчастье? Эпохальная драма. В Бобруйске пройдёт неделя фильмов о геноциде и Холокосте. Также эти фильмы можно увидеть в видеозале администрации. Какие картины в прокате? А также диалог поколений, прибавка к зарплате и долг родине. В стране стартовал осенний призыв. Сколько белорусов отправятся на службу? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. История будущего. Президент встретился с молодёжным активом. Среди приглашённых активисты БРПО и БРСМ, финалистки конкурса «Мисс Беларусь-2023» ветераны комсомольского движения. Глава государства ответил на все интересующие вопросы. Темы – будущее автомобилестроения, высокие технологии и перспективы белорусского рынка. Символично встреча прошла в преддверии 105-летия в ЛКСМ и в день десятилетия с момента открытия Дворца Независимости. Александр Лукашенко поделился историей резиденции президента. Это место не было задумано как местом работы президента. Если вас интересует, я могу сказать, что к этой идее меня подтолкнул президент России. Когда мы шли по коридору, он задавал кучу вопросов. Главы государств здесь первыми побывали официально. Он говорит, а ты здесь работаешь? Я говорю, нет, я работаю на Карла Марцик обычно там. А почему? Я говорю, как-то даже не думал. Дворец Независимости создавался для проведения каких-то высоких мероприятий и так далее. Он говорит, а ты далеко? Я говорю, да нет, совсем рядом. Нет, я на твоем месте, здесь работал, здесь достойно. Я говорю, хорошо, я подумаю над этим. Ну, вот так вот завязался разговор. И этот кабинет у меня за спиной. После встречи глава государства «Белорусская молодежь» заложили аллею поколений на территории Дворца Независимости. Оберегая самое ценное, сотрудники МВД контролируют неблагополучные семьи. Скандалы и конфликты между родителями, их привлечение к административной или уголовной ответственности – весомая причина, чтобы оказаться на учете госорганов. Злую шутку могут сыграть и пагубные привычки. Участковые инспекторы на постоянной основе не только обеспечивают безопасность детей, но и помогают в трудоустройстве законным представителям. Проводят профилактическую работу. В ряде случаев детям не обеспечивались безопасность и должное воспитание. Этих ребят поместили на государственное обеспечение, а нерадивых родителей поставили на учет в органы внутренних дел. С момента изъятия чат законным представителям отводится 6 месяцев на исправление. К сожалению, достучаться до многих взрослых получается лишь такими кардинальными, но при этом вынужденными мерами. С начала года в органы опеки и попечительства от сотрудников МВД поступило более 21 тысячи сообщений о неблагополучных семьях. Каждую из них посетили милиционеры и педагоги. Польза БЛАЭС – единый платеж и борьба с гонщиками. В стране проводится акция «Скорость», что чаще всего приводит к непоправимым последствиям. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С 1 января в стране планируют увеличить минимальную зарплату на 13%. Сумма – 626 рублей. С начала 2023-го прибавку получили работники сферы образования, здравоохранения, спорта, социального обслуживания и культуры. Также постепенно реализуется поддержка бюджетников и низкооплачиваемых трудящихся. Беларусь заняла третье место среди стран Европы по низким ценам на электроэнергию. Такие показатели смогла обеспечить БЛАЭС. Благодаря станции республика полностью отказалась от импорта ресурса. С момента включения первого энергоблока выработано без малого 20 миллиардов киловатт-часов. Выбросы парниковых газов уменьшились более чем на 9 миллионов тонн. В Беларуси с 2025-го планируют ввести единый имущественный платеж. Это будет налог на транспорт, недвижимость и землю. Сбор на прибыль вырастет на четверть при получении доходов свыше 25 миллионов рублей. Еще одно изменение – увеличение платежа для владельцев автомобилей класса люкс, с года выпуска которых прошло не более трех лет. В стране стартовал осенний призыв. Всего на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Кроме того, для прохождения службы в резерве – порядка 200. После принесения присяги новое пополнение ждет насыщенная учебная программа. В Беларуси проводится профилактическая кампания «Скорость». С гонщиками будут бороться всеми доступными техническими средствами, среди которых приборы фото-видеофиксации. Водителям напоминают о правилах поведения на дороге, а также о возможном наказании. По статистике, каждое третье ДТП – из-за неправильного выбора скорости. Кадровая безопасность. В Бобруйске прошел выездной семинар-практикум. На базе райисполкома собрались порядка 60 участников. Среди гостей – помощник президента, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. Такие встречи уже стали традицией. Тема дискуссии – формирование действенного резерва кадров и работа с ним. В программе также дискуссионная площадка, практические кейсы и обмен мнениями. Вот такой симбиоз практики и теории, где работу кадров, кадровых служб в целом можно ощутить, потрогать и поделиться опытом. Находят точки соприкосновения, находят проблематику, которую они обсуждают. И в конечном итоге, что позволяет принимать правильные управленческие решения. От трудовых традиций до современных технологий участники семинара познакомились с тематической выставкой. В городе и районе успешно реализуется государственная политика, направленная на качественный подбор, расстановку и эффективное использование кадров. В Бобруйске полным ходом идет вакцинация против гриппа. Укол здоровья сделали уже порядка 8% населения. Иммунитет формируется спустя три недели и сохраняется в течение года. Обезопасить себя и своих близких легко. Достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. Процедура безболезненная и бесплатная. Кто подает правильный пример, расскажет Ольга Васенда. Личным примером. Председатель Бобруйского гурсполкома на осмотре врача в три рессе поликлиники перед вакцинацией против гриппа. Игорю Киселю измеряют сатурацию, давление и уточняют, есть ли противопоказания. Все в полном порядке. Значит, можно прививаться. Вакцинацию нужно проходить каждый год. Это вот я по себе знаю, уже с 2014 года ежегодно прививаюсь. Но, естественно, это защита от вирусных болезней. Правильному примеру следует также первый заместитель председателя горосполкома и главврач Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Ведь только благодаря ежегодной вакцинации иммунитет под надежной защитой. Тем более процесс быстрый и безопасный. Я лично всегда вакцинирую вся моя семья. Вот сегодня привел еще половину своей команды, половина будет уже завтра прививаться. Необходимо делать прививки для того, чтобы улучшить свое состояние, выработать иммунитет как общий, так и коллективный. Если человек привит, то с большой вероятностью, что он не заболеет. Вакцина не дает стопроцентную гарантию, но она дает гарантию от тяжелых исходов и каких-либо осложнений от самого заболевания. В поликлиниках препарат предлагают на выбор российский, французский и голландский. В этом сезоне ожидается одновременная циркуляция двух вирусов – ковида и гриппа. В группе риска дети, беременные, пожилые и те, кто имеют хронические заболевания. В Бобруйской районе уже вакцинировалось 8% населения. В планах привить не менее 40%. Выбор состоит за пациентом. Главное – пациенту каждому прийти сюда и сделать эту прививку, поскольку это самое надежное средство не только против самого заболевания, но и против осложнений гриппа, которые, как правило, потом сказываются в течение всей жизни. В осенний период стоит быть еще внимательнее к состоянию своего организма. Вакцинация – самый лучший способ предупреждения различных болезней. Во время сделанная прививка позволит уберечь себя и своих близких от нашествия вирусов. Также эти фильмы можно увидеть в видеозале администрации по адресу улицы Интернациональная, 37А, предварительно позвонив по телефону 70-61-13. Такие инициативы позволяют не забывать об ужасах оккупации немецко-фашистских захватчиков и великом подвиге наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сейчас живем под мирным небом. Сразу после нас – Бобруиск Лайф. Моя коллега Мария Бересневич расскажет, какие угрозы стоят перед демографической безопасностью, в ком истоки патриотизма и почему аборт – это табу. Все ответы в 20.45 на телеканале Бобруиск 360. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok